Первая божественная литургия в строящемся храме состоялась год назад. Провел ее также владыка Новороссийской епархии. Он же освящал и первый камень, заложенный в 2015 году. За эти три года проделана колоссальная работа. Храм полностью отстроен, его уже венчают 10 куполов и крестов. Впереди ответственный этап – отделочные работы и роспись, а также благоустройство территории. Но несмотря на то, что работы еще не закончены, здесь уже вовсю кипит приходская жизнь. Есть воскресная школа и свой хор. Храм переполнен людьми. Для анапских верующих это особый праздник. Крещение Руси неразрывно связано с именем равноапостольного князя Владимира, который в X веке провозгласил христианство. Именно в его честь и возводится этот храм. Он станет самым большим в Анапе. Знаменательный очень праздник. Мы его всегда чтим и помним. И читали мы очень много, конечно, и книги про Владимира, князя. И знаем, что это такое. И так как мы и прихожане храма, слава Богу, Господь нам дает. И здесь мы, когда Владыка приехала, мы с Божьей помощью всегда стараемся посетить храм. Архиерей Новороссийской епархии отслужил Божественную литургию и особый молебен в честь воспоминания Крещения Руси. А также зачитал послания Святейшего Патриарха Кирилла из Священного Синода Русской Православной Церкви. По словам Владыки, этот праздник один из самых главных и определяющих для всех православных людей. Это наложило печатать на все. На архитектуру, на письменность, на художественные произведения, на все. Не было бы православной веры, поверьте, не было бы Королева, не было бы Гагарина. А раньше еще их не было бы, Жукова не было бы. А еще раньше не было других людей, которые великих, которые определяли ход развития нашей истории. Это все определено. Просто мы иногда забываем об этом, либо пытаемся посмотреть на это в отрыве от контекста нашей истории. Это невозможно делать, нельзя этого делать, нужно обязательно смотреть. Эти люди родились в этой среде, в этой цивилизации. Она их воспитала, воспитала в них преданность, верность Богу и Отечеству, любовь к людям воспитала. Если бы не было христианской души православной, все было бы по-другому. Это все оно определило. Вера православная собрала воедино. Никакого эгоизма, только единство. Единственная наша вера. После того, как храм будет полностью достроен, он вместит в себя до двух тысяч прихожан. К тому времени стены святыни будут уже намолены. А сегодняшний день, по словам священнослужителей, обязательно войдет в историю становления новой божьей обители в Анапе. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа-регион.